Здравствуйте! В эфире программа Закап-ремонт. Почти год северяне получают счета с новыми цифрами, но ясности у многих до сих пор нет, за что платят, почему платят и сколько платят. Итак, капитальный ремонт, давайте разбираться, что изменилось в платежах. Если мы обратимся к нашему жилищному заказу за адресство, то когда вступил в силу жилищный кодекс, это было в 2004 году, то в жилищном кодексе было прописано, что обязанность проведения капитального ремонта возлагается на собственников помещений. Единственное, что здесь не было учтено, что обязанность была добровольная. 10 лет реализации жилищного кодекса показало, что собственники фактически не принимали никаких решений или эти решения были так малы, что жилищный фонд во всей Российской Федерации вершал катастрофическим образом. В связи с этим в 2012 году законодательно было принято решение о внесении изменений в жилищный кодекс, где теперь взнос на капитальный ремонт, это обязательно для всех собственников помещений и многоквартирных домов. И в каждом субъекте Российской Федерации должна быть организована своя система капитального ремонта МКД. В рамках этой системы в каждом также субъекте, как и в Архангельской области, создается именно некоммерческая организация фонд капитального ремонта, которая помогает и реализовывает эти все моменты, связанные как раз с этой системой. Вот основной функционал фонда, это накопление средств, распределение средств, ваши главные задачи? Наши главные задачи, если начинаем, мы фактически замыкаемся на полный комплекс услуг, начиная от выпуска квитанции, сбор средств, это взаимодействие с органами местного самоуправления по определению домов, которые в первую очередь подлежат капитальному ремонту, обследование этих домов, составление смет, отбор подрядных организаций, контроль качества и так далее. То есть мы ведем полный комплекс, начиная от сбора денежных средств и заканчивая обеспечением выполнения качественного капитального ремонта на многокративных домах. Фонд действует в рамках специальной программы капремонта, правильно? Да. Что реально смогут получить жители от реализации этой программы? Если мы говорим про программу капитального ремонта, то в Архангельской области она была принята 22 апреля 2014 года, и такие программы существуют в рамках жилищного кодекса в каждом субъекте Российской Федерации. Вообще любая система капитального ремонта региональная начинается именно с принятия вот такой региональной программы. Как дом попадает в эту программу, у собственников возникает обязательство по определению способа накопления денежных средств, либо это в общем, либо это на специальном счете. После этого, после реализации этого срока, у них возникает обязательство по оплате взносов. И в соответствии с этой программой, в которой уже определены этапы проведения капитального ремонта по многоквартирным домам, региональный оператор как раз и проводит капитальный ремонт. То есть у нас, вот у всех жителей Архангельской области было два варианта. Либо платить, что называется, в общий котел, из которого деньги будут, согласно этой программе, расходоваться, и мой дом в какой-то период попадет в эту программу. Либо создавать свой собственный счет, собирать деньги на свой счет и самим все решения принимать. Правильно? Правильно, только не было, а оно есть. То есть закон собственников не ограничивает в выборе способов до какого-то определенного срока. Даже если вот на первоначальном этапе собственники не принимали решения, либо приняли решение, часто их решили изменить, закон всегда говорит о том, что собственники любого многоквартирного дома вправе в любой момент изменить способ формирования фондов. Уйти как с общего котла на специальный счет, так и со специального счета вернуться на общий котел. И вот уже по итогам, скажем так, нашей работы за последний год, за вот этот год, где как реализуется в Архангельской области вот эта программа, у нас есть и те, и другие решения. Есть люди, которые не захотели работать по специальному счету и решили вернуться в общий котел. Но есть также много многоквартирных домов, где собственники приняли решение об уходе на специальный счет. Но вот казалось бы, своя рубашка ближе к телу. Почему люди неактивно выбирают свой счет? И вы говорите, что есть случаи, когда уходят даже в общий котел, что называется, платить. Да. Здесь есть такая сложность, нельзя просто принять решение и копить деньги отдельно в своей кубышке и больше ничего не делать. Ведь когда мы говорим об оригинальном операторе, об общем котле, оригинальный оператор, как я говорил, он оказывает такой большой, ну как, весь комплекс услуг. Начиная выпуск квитанции, печать, доставка, когда обследование домов, смета, отбор подрядных организаций, контроль качества работ. Мы это делаем все в отношении общего котла. Когда мы говорим про специальный счет, вот эти все обязанности не ложатся на собственников помещений. И это уже их задача организовывать все эти моменты. Это, конечно, вызывает определенные сложности. И здесь понятно, здесь активную роль должны играть и могут играть именно управляющие компании, которые могут помочь собственникам как раз в реализации вот этих моментов, связанных с капитальным ремонтом именно по своему многоквартирному зону. Если говорить о капремонте, где можно посмотреть на каком-то сайте, в какой-то, может быть, прессе, где конкретно стоит мой дом, в каком конкретно году он будет ремонтироваться и какой конкретно ремонт там запланирован? Это уже можно сделать прямо сейчас? Это можно сделать прямо сейчас. Это можно зайти, например, на интернет-ресурс нашей организации, где мы публикуем очень много информации именно по теме капитального ремонта, в том числе для собственников помещений. Это можно зайти через справочные системы, это можно просто через поисковую строку в интернете. Прогрегиональная программа утверждается постановлением правительства Архангельской области. Это последние были изменения в прошлом году, поэтому постановление правительства номер 438 ПП. Что нужно вбить в поисковике, чтобы выйти на ваш, допустим, сайт? На наш сайт можно набить фонд капитального ремонта Архангельской области. И сразу мы располагаемся на портале ЖКХ, это такой достаточно уже давно действующий в Архангельской области интернет-ресурс, именно по теме жилищно-коммунального хозяйства, который объединяет много в себе информации не только по фонду капитального ремонта, но и много других сведений, событий, которые происходят в Архангельской области по теме капитального ремонта, и освещается именно там. И мы осуществляем там свое присутствие. У нас там есть своя страница, у нас там есть свой логотип, когда нас можно сразу узнать, и там вся доступная информация будет приложена. То есть, пойдя по ссылке, можно найти фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, кликнуть туда, и, собственно говоря, в некий список домов появится? Мы попадаем на нашу главную страницу, находим раздел «Нормативно-правовые акты» и в областном законодательстве постановление правительства Архангельской области. Вот эта очередь домов, которая будет ждать своего ремонта, как она вообще складывалась? По каким критериям дома попадали в тот или иной период? Ну, все это началось еще в 2012 году, когда, соответственно, когда были приняты эти изменения, в Архангельской области были приняты первые нормативно-правовые акты. В этом направлении органы местного самоуправления проводили обследование многоквартирных домов, ну, понятно, что через управляющие компании, просто была сводная информационная база по каждому дому с обозначением процента износа. Эта информационная база ложилась уже непосредственно в программное обеспечение, которое обустраивало очередность многоквартирных домов по Архангельской области с счетом процента износа, сбора средств, года последнего капитального ремонта. То есть вот эти все критерии, они влияли на распределение объектов по программе. Но здесь необходимо также отметить, что региональная программа, она не носит под собой такой характер постоянства, то есть эта программа будет меняться, видоизменяться, она будет меняться в зависимости от той ситуации, которая будет складываться как по сбору платежей, так и по вхождению новых домов, исключению других домов. Поэтому очередь, она будет у нас меняться постоянно. Кто и как контролирует поступление и распределение средств фонда? Я думаю, это один из таких серьезных и главенствующих вопросов со стороны населения. Ну если говорить о контроле вообще за фондом капитального ремонта, то мы в соответствии с жилищным кодексом, нас имеют право проверять практически любой контролирующий орган, причем без ограничений как по срокам, так и по видам проверок. Вот если говорить откровенно, у нас уже Росфиннадзор, у нас в этом году уже проверяет третий раз. Информацию о наших проверках мы публикуем также на интернет-сайтах, и она доступна абсолютно для всех жителей Архангельской области. Также в соответствии с нормами закона мы обязательно ежегодно проводим по фонду бухгалтерский аудит, то есть как фонд ведет расходование денежных средств, насколько это все операции, которые мы проводим в соответствии с законодательством Российской Федерации. У нас нашими контролерами является также Государственная жилищная инспекция Архангельской области, я знаю, что мы уже в плане стоим уже где-то на октябрь-ноябрь текущего года, к нам придут и также будут проверять нашу деятельность. Поэтому мы совершенно открыты, и у нас много-много контролирующих органов, поэтому говорить о том, что здесь законодатели предусмотрели достаточно много возможностей, чтобы обеспечить правильное и рациональное расходование денежных средств. Какие услуги может оказывать фонд собственникам квартир? Ну, говорить об конкретных каких-то дополнительных услугах, фонд некоммерческой организации, мы работаем только в рамках законодательства, жилищного законодательства. Поэтому мы оказываем только те услуги, которые нам предусмотрены жилищным кодексом. Это обеспечение выпуска квитанций, сбор средств, накопление денежных средств, учет фондов капитального ремонта мы ведем в разрезе каждого собственника. Поэтому всегда, в любой момент времени, через 5 лет, через 10, мы сможем рассказать по сбору средств в отношении любой квартиры, любого многоквартирного дома, который накапливает денежные средства в общем котле. И, соответственно, проведение капитального ремонта также входит в наши обязанности. Ну вот с этим направлением мы разобрались, направление, которое условно называется «общий котел». А второе направление — спецсчет. Вот как и кто контролирует там средства, которые аккумулируются, да? Может быть, чтобы собственникам тоже было понятно? Когда собственники принимают решение об открытии специального счета, они вправе выбрать полномоченное лицо, либо полномоченных лиц, которые как раз и будут заниматься обеспечением... Этой самой прозрачности, да? Да, той самой прозрачности. Однако также эти дома совершенно не пущены в свободное плавание. И также за контроль за их накоплением денежных средств, за то, как они исполняют жилищный кодекс, осуществлять жилищные инспекции, законодательство также предусматривает обязательную ежемесячную отчетность каждого дома перед государственной жилищной инспекцией об объеме их начисленных и собранных денежных средств, чтобы видеть, чтобы контролировать, что жители, собственники не уклоняются от доносов на капитальный ремонт, а обеспечивают это плановое накопление. Если такое, к сожалению, будет случаться, что будут уклоняться, то в законодательстве есть способы стимулировать эти оплаты. Если дом не обеспечивает накопление в течение пяти месяцев, то он по решению уходит со спецсчета, возвращается в общий котел. И этим домом уже будут заниматься региональные операторы. А как будет осуществляться ремонт домов со спецсчетом? То есть жильцы полностью будут в самостоятельном плавании, что называется, находиться? Да, по законодательству здесь никаких ограничений этим домам нет. Они вправе принимать решение о проведении капитального ремонта в любое удобное для них время, когда они посчитают это необходимым. Их единственная, обязательно основная задача обеспечить полностью выполнение капитального ремонта к срокам, которые обозначены в региональной программе капитального ремонта. То есть к этому сроку дом должен быть отремонтирован. То есть они могут капитально ремонтироваться каждые, допустим, 2-3 года, выполняя ремонт по одному какому-то конкретному элементу. Либо накапливать денежные средства много лет и единожды провести комплексный капитальный ремонт. То есть это на их усмотрение. Можно ли вообще отказаться от программы капитального ремонта? И сказать, я все сам сделаю? Нет. Если вы собственник многоквартирного дома, то вы, как по жильцам заказательства, вы включены в региональную программу и вы обязаны обеспечивать ежемесячное накопление взносов на проведение капитального ремонта. То есть тот самый случай, когда есть не только права, но и обязанности. Конечно, да. Почему для домов малоэтажности не снижен взнос на капитальный ремонт? Ведь казалось, меньше помещений, да, платить нужно меньше. Если говорить откровенно, то экономика капитального ремонта для малоэтажных домов, она такова, что капитальный ремонт таких домов выглядит дороже, чем капитальный ремонт больших каменных многоквартирных домов. Там есть свои особенности по ремонту конструктивов, по площадям, по объемно-планировочным решениям здания, поэтому, как правило, капитальный ремонт таких домов обходится гораздо дороже, поэтому здесь у нас аранжирование взносов на капитальный ремонт не сделано. Вот мы заговорили о финансовом вопросе, давайте еще раз, может быть, остановимся на строке оплата за коммунальные услуги и, в частности, за капремонт. Как она рассчитана была? То есть, чтобы мы понимали, за что мы платим, да, почему у людей разные цифры в квитках? Ну, если мы говорим про капитальный ремонт, то у нас капитальный ремонт, взнос на капитальный ремонт, он единый для всей Архангельской области. В принципе, по такому пути пошло большинство субъектов Российской Федерации. Это полномочия установления взноса на капитальный ремонт, это полномочия правительства каждого субъекта устанавливается. Ну, в Архангельской области было принято в 2013 году решение о том, чтобы установить дифференцированный взнос на капитальный ремонт в зависимости от года. На 2014, на 2015, на 2016 год уже взнос у нас установлен, и он отличался на планируемую величину инфляции. То есть, ну, в дальнейшем объеме, какой будет минимальный взнос на капитальный ремонт, будет приниматься также правительством Архангельской области. Ну, если говорить о том, почему взята именно такая цифра, как и большинство субъектов, и у нас есть в Архангельской, не в Архангельской, в Российской Федерации действует нормативный акт, который устанавливает величину капитального взносов на капитальный ремонт, но эта величина, она не относится к непосредственно капитальному ремонту, она рассчитана для того, чтобы предоставлять субсидии, субвенции из федерального бюджета региональных. То есть, это некая минимальная цифра, которую можно платить, да? Да, да. И, как Архангельская область, как и большинство субъектов пошла именно по такому пути. Цифру давайте назовем. 6 рублей 37 копеек за квадратный метр. Я так понимаю, что эта цифра будет меняться, то есть, учтена инфляция, да? Допустим, если мой дом стоит в программе ремонта через 10 лет, то, скорее всего, я буду как-то вот все больше-больше платить, нет? Здесь говорит о том, что все время, все время больше это, опять же, установление минимального взноса, то есть, я повторяю, это полномочия правительства субъекта. Когда мы говорим про капитальный ремонт, который организует региональный оператор в отношении общего котла, это все риски регионального оператора. Региональный оператор обязан провести комплексный капитальный ремонт каждого многоквартирного дома, за который он отвечает, но в сроке предусмотренной региональной программы. Поэтому, когда региональный оператор подходит к конкретному многоквартирному дому, он не опирается на объем, совершенный собственниками взнос, он обеспечивает исполнение жилищного законодательства, то есть, провести комплексный капитальный ремонт всех видов тех работ, которые обозначены в законе субъекта, которые и присутствуют в данном многоквартирном доме. Ну, такой чисто жительский вопрос, почему нет дифференциации размера взноса, исходя от доходов собственника? Понятно, что в одном и том же подъезде могут жить и малоимущие, да, и вполне состоятельные люди. Да, если мы говорим о дифференциации, действительно, ее от, в зависимости от наполняемости кошелька каждого человека, ее нету, но поскольку взносно-капитальный ремонт относится к жилищным услугам, то здесь действует система поддержки жителей, собственников помещений, как-то также льготные категории, если они получают льготы за жилищные услуги, жители, собственники, то они имеют те же самые льготы при оплате взносов на капитальный ремонт, и государство часть оплаты компенсирует им. Также, если человек признается малоимущим, а также может получать субсидии на это, да, обратившись в органы социальной защиты населения по месту жительства. Неплательщиков много? На сегодняшний момент, да, действительно, неплательщиков еще много, но, откровенно говоря, мы видим положительную динамику, и она продолжается уже четвертый месяц, когда мы постоянно, ежемесячно видим, что объем собранных средств, он постоянно увеличится. На сегодняшний момент мы можем откровенно говорить, что собираемость в целом по Архангельской области за период с ноября 2014 года по август 2015 составляет 60%. То есть порядка 40% у нас собственников пока еще является неплательщиками. А вот с чем вы связываете динамику повышения сознательности, скажем так? Я полагаю, мы в фонде полагаем, что это связано с тем, что все-таки тот закон, который у нас действует на территории Российской Федерации, все-таки те положения, та роль, которая в дальнейшем этот закон должен сыграть для жизни тех собственников помещений, которые живут на территории Архангельской области в том числе, все-таки она проходит понимание необходимости этого и неотвратимости, поэтому собственники начинают платить эти взносы наиболее активно. Хотя, конечно, я говорю еще и повторяю, что все-таки достаточно много у нас сегодня неплательщиков, и в соответствии с нормами законодательства мы к этим неплательщикам будем применять меры, которые у нас предусмотрены. А вот что ждет тех, кто, в общем-то, проигнорирует квитки и не будет платить? Если мы опять обратимся на законы Российской Федерации, то говорить про взнос на капитальный ремонт – это жилищная услуга, поэтому мы в праве выставлять пенни, мы в праве обращаться в судебные органы для понуждения к исполнению тех норм, которые у нас предусмотрены. Обращение в судебные органы – это влечет за собой обязательство собственника уплатить не только взнос и пенню, которую мы насчитаем, но и пошлину за обращение. В случае это неисполнение, то здесь можно говорить о том, что дело будет передано судебным приставам, и там уже будут работать судебные приставы для обеспечения исполнения этих обязанностей. Также можно говорить о том, что в соответствии также законодательства Российской Федерации информация уже о том, что есть судебное решение по неоплате жилищной услуги, она может лечь в кредитную историю человека, что усложнит их дальнейшее отношение с банками. Если я меняю, допустим, я платил деньги фонду, а потом решил создать свой спецсчет. Деньги, которые я оплатил раньше фонду, не останутся в фонде или как-то я смогу вернуть и потратить их на собственный дом? Деньги в фонде не остаются. Здесь нельзя говорить о том, что денежные средства, которые платились в общий котел, если до определенного времени китайный ремонт не произведен, то деньги потерялись. Совершенно нет. То есть собственники вправе в любой момент принять решение о смене. Дом уходит на специальный счет и все саккумулированные деньги в разрезе каждого собственника на этот счет будет перечислены, а уполномоченному лицу будет передана соответствующая информация для того, чтобы в дальнейшем этот дом самостоятельно вел дальнейший учет по жилищному фонду, по своим собственникам, по том, как они платят, как они исполняют те нормы, которые обязаны. Наверняка вы слышали много скепсиса в отношении программы капремонта. Что вы можете сказать тем, кто является противником этого направления, кто, может быть, призывает в том числе и не платить по счетам? Игнорирование законов любого государства, я думаю, что это совершенно неправильно. Таким скептикам я бы посоветовал бы тогда предложить что-нибудь иное, что можно предложить для того, чтобы обеспечить жилищный фонд качественным капитальным ремонтом, обеспечить его устойчивость в плане износа, чтобы многокотерные дома не ветшали, не превращались в аварийные такими большими быстрыми темпами, а так, чтобы они сохранялись долгое время и собственники могли продолжать в них жить в достойных и качественных условиях. Если говорить о ремонте, насколько масштабные задачи стоят перед фондом, насколько серьезные требуются вложения, чтобы действительно поддержать наши дома в отличном, в хорошем состоянии? Да, задачи стоят очень большие. Действительно, система капитальный ремонт, она будет с каждым годом только нарастать. Если мы говорим, что в этом году у нас на капитальный ремонт у нас должно быть потрачено где-то порядка 400 миллионов рублей, то следующий год перед нами ставят задачи уже в размере порядка 600-700 миллионов рублей. Да, и эти задачи, они будут с каждым годом увеличиваться. Если говорить по задачам также 2015 года, капитальный ремонт у нас уже ведется в многоквартирных домах по всей Архангельской области. Есть, конечно, сложности и проблемы, но мы стараемся их решать. И вот если у нас, согласно нашему плану, то в этом году у нас должно быть отремонтировано 125 многоквартирных домов. Вот минувший год он уже, что он показал, вы уже вышли на такие, на хорошие рабочие объемы или все-таки, как вы уже немножко задели вопрос, что сложности есть? На плановость, на такую, на плановость, конечно, мы пока еще не вышли. Да, у нас есть определенные сложности. Необходимо, мы понимаем, что здесь достаточно большая база на работе проектных решений, потому что структура жилищного фонда, она в каждом районе Архангельской области, она различна. Для каждых домов вроде, с одной стороны, однотипных поэтажности по площади, но необходимо принимать различные конструктивные решения для проведения капитального ремонта. Зачастую она действительно требует проектных решений. Нам необходимо нарабатывать эту проектную базу, чтобы мы достаточно быстро могли организовывать и проводить эти ремонтные работы. Также нужно нам, скажем так, научиться работать с подрядными организациями, в том плане, что зачастую не всегда подрядные организации, с которыми мы начинаем взаимодействовать, они не в полной мере понимают и сознают ту важность, те задачи, те проблемы, ту ответственность, которая перед ними лежит за выполнение ремонтных работ, из-за чего нам приходится за некачественные работы, за не начало вовремя срок работы, мы расторгаем такие договора, и подрядчики у нас переходят уже в категорию невозможности участия в дальнейшем в сотрудничестве с фондом. Спасибо большое за беседу, у вас непростая, но очень важная работа, которая затрагивает интересы большинства из нас. Да, это так. Исполняющий обязанности директора некоммерческой организации фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области Александр Бараев был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу, всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова